Доброго времени, дорогие и уважаемые, любимые слушатели! У микрофона Костя Суханов, и это 12-й рассказ в большой серии Дмитрия Мамина Сибиряка «Сибирские рассказы». Это серия классических рассказов, которую совместно и не спеша мы делаем вместе со слушателями-меценатами, только лишь при вашей поддержке. Всю серию рассказов от самого начала можно прослушать в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». Ну что ж, отправляемся на охоту! Огромное спасибо за лайки, комментарии, подписки и, конечно же, за то, что делитесь со своими близкими друзьями. 12-й рассказ в серии «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин Сибиряк. Мисс Гирь. Осенью, когда от первого инея закисала лиственница, я с винтовкой отправился на кордон пригорной речанки Шипишной, чтобы провести несколько дней на дно из лучших охот. Шипишинский кордон поставлен был на полустанке между заводом Гальчинским и пристанью Уралкой, куда летом и зимой увезли железо и медь. Движение кладей усиливалось зимой, и транспорты останавливались на кормежку на Шипишинском кордоне, где были устроены громадные навеси для лошадей, амбары с овцом и сеновалы. От Шипишинского кордона было ровно двадцать верст, и до завода, и до пристани. Места по реке Шипишной были и вообще нетронутые, и довольно дикие, а для осенней охоты лучших, кажется, и не придумать. Когда-то здесь был громадный курень, растянувшийся на десять верст, а теперь все поросло громадным смешанным лесом. Вид на самый кордон открывался с ближайшей горы, а он стоял на луговине на самом берегу реки, которая вечно шумела по камням, пряталась в осоках и приречной поросли и разливалась тихими заводями, где ее подпирали новые камни. Кругом кордон был обрамлен зеленой стеной куриных березняков. Такие березы, соки, ровные, стройные, как восковые свечи, вырастают только на куриных поджогах. Собственно, кордон состоял из громадной русской избы, с громадной русской печью и громадными палатами. Транспорты приходили под водпосту, и нужно было обогреть где-нибудь всех ямщиков, напоить их и накормить. Транспортные ямщики вообще пользовались плохой репутацией, особенно те, которые ездили и зиму, и лето. Летних ямщиков называли почему-то соловьями, и это название переходило от одного поколения ямщиков к другому, как клеймо самого отпетого народа. В осеннюю распутицу транспортов шло совсем мало, и на кордоне царили тишина и какая-то мертвая лесная лень. Беспроспу спал подручный кордонщик Пимка, молодой вороватый парень с красной затекшей шеей и припухшими глазами. Беспроспу спала кордонная стряпка Настасья, здоровенная бабища, точно сшитая из подошвенной кожи. Спали собаки, только бодрствовал за всех сам кордонщик по прозванию Мизгирь. Это был тщедушный мужичонка со сморщенным маленьким лицом-кулачком и жиденькой бороденкой-мочалкой. Он вечно молчал и вечно что-нибудь промышлял по своему обширному хозяйству. Без дела я его никогда не видал. То он починивал какую-то сбрую, то рубил дрова, то поправлял что-нибудь у избы или на дворе. Он был из числа тех суетливых людей, которые не могут сидеть без дела. Лично мне Мизгирь напоминала трудолюбивого муравья из какой-нибудь басни. Ты отчего ж подручного не заставляешь работать, а все сам. А, так, пусть его отдохнет, коротко ответил Мизгирь, постукивая топором. Чему тебя Мизгирем зовут? А, ростом не вышел, вот встал Мизгирь. Еще ребят прозвали, когда мальчонкой был. Между прочим, на обязанности Мизгиря лежало хранение лесов на 10 верст в окружности. Это уже так, между делом, для того, чтобы в заводских отчетах не оставалось пустой графы о лесном кордоне. Эта мудрая заводская экономия, впрочем, ничего не стоила и Мизгирю, потому что оберегать лес было не от кого, кому его нужно в этом глухом медвежьем углу. Но Мизгирь все-таки считал своей обязанностью каждую неделю обходить какой-нибудь участок из своих обширных владений, вероятно, главным образом потому, что любил природу и был поэтом в душе. Среди простого народа таких поэтов достаточное количество, и, вероятно, им обязано происхождение народных песен. Характеристика Мизгиря была бы неполной, если бы я не прибавил описание собаки-мучки, сопровождающей своего хозяина по пятам. Это была не охотничья собака в собственном смысле слова, и не дворняга в тесном, а промысловая. Одно из тех удивительных созданий, которые только не говорят. В характере специально охотничьих собак, и в каждом их движении, на меня производит всегда неприятное впечатление что-то лакейское, приниженное, вороватое, тогда как в промысловой собаке сохранились деловая серьезность и сознание своего собачьего достоинства. Такая собака не будет облаивать зря каждого встречного, и не будет ласкаться без пути или соваться без всякого толку, опять-таки потому, что у нее есть свое главное дело. Хозяина она стережет тоже умненько, как ласкается. Мучка меня приводила в восторг своим тактом, выдержкой и солидностью. И масть у нее была какая-то необыкновенная. Настоящий волк, если бы не задранный кольцом хвост. По происхождению мучка принадлежала к вагульским лайкам, и этот тип промысловой собаки выработался, вероятно, не одной сотне лет. Нужно было видеть мучку на охоте, чтобы вполне оценить ее редкие качества. Мое появление с ружьем всегда производило в душе мучки мучительную раздвоенность. Своим собачьим сердцем она принадлежала Мизгирю, а охотничий инстинкт толкал ее ко мне. Нужно было видеть собаку, когда мы отправлялись на охоту. Мизгирь всегда сопровождал меня, хотя я никогда не стрелял. Я подозреваю, что он находил со мной только для того, чтобы потешить собаку. Мучка сама вела в лес и понимала каждое движение. Глаза ее блестели, движение принимали неловимую грацию, какую породистому животному придает кровь. И только время от времени она каким-то виноватым глазом смотрела на хозяина, точно извиняясь за свое охотничье опьянение. «Ну, побалуй», — говорил Мизгирь. Ишь, воззрилась. «Отчего ты не заведешь себе ружья?» — несколько раз спрашивал я у Мизгиря. «Сколько бы добыл себе дичи?» «Не люблю», — коротко отвечал Мизгирь. «Да отчего не любишь?» «А так, неподходящее дело». Сколько, я не добивался более обстоятельного ответа, но ничего не мог выпытать. В своей даче Мизгирь знал каждый уголок, каждое дерево, каждый камень, и мог пройти ее из конца в конец с завязанными глазами. Вообще, в нем было много качеств настоящего лесника, начиная с необычайной способности ориентироваться. Он с точностью настоящего хозяина знал, где, какие, сколько выводков, куда они выводят пастись, какие перемены произошли в их составе и так далее. «Огромадных три петуха под Еремкиным верхом на лиственнях кормятся», — сообщил он. «По заре так и поговаривают. С кордона слышно, как они бормочут». Закисшая лиственница — любимое кушанье глухаря. Сначала птица садится на дерево, кормится только позорем. Потом и днем. Когда стоит слишком ясная погода или дует ветер, глухарь сторожит, и к нему без собаки подойти на выстрел в такую строгую минуту почти невозможно. Лучшее время охоты — те серые осенние дни, когда с утра начинают мугросить. С собакой охота облегчается во много раз, особенно с такой, как мучка. Она сама отыскивала глухаря, не по поеде, как другие собаки, не лаяла слишком громко и не прыгала на дерево, а выводила верхним чутьем. Глухарь в пернатом царстве напоминает какой-то дубоватой простотой медведя. В обыкновенное время очень чуткая и сторожкая птица, за исключением периода весеннего такования на лиственнице, он делает совсем глупым, особенно когда завидит собаку. Не нужно было даже говорить, кого облаивала мучка. Она так выразительно тявкала раза два-три и делала выжидательную паузу, давая время подойти. И, заслышав наши шаги, она снова начинала лавить, чтобы отвлечь внимание глупой птицы на себя. Одним словом, удивительная собака. Всего интереснее был момент, когда подкрадывание их птицы кончалось, и я взводил курок винтовки. Мизгирь затыкал уши пальцами и закрывал глаза, как слабонерванная девица. Когда раздавался выстрел, он вздрагивал и как-то испуганно глядел на лиственницу, где сидел глухарь. Убитый птица он совсем не подходил. — Боишься выстрела? — спрашивал я его. — Нет, крови боюсь, — отвечал он, закрывая глаза и съеживая свои почти детские плечи. — Страшно. Не могу. Сердце. Так и зайдется. Нужно заметить, что прелесть осенней охоты на глухарей не в количестве убитой птицы, а в грустной поэзии умирающего леса, расцвеченного последними красками. Трудно сравнить с чем-нибудь то чувство, которое охватывает вас, когда вы бродите по лесу такой осенью. Под ногами как-то по мертвому шуршит облетелый лист, трава тоже сухая и жесткая, как волос. А зато каким ярким цветом играют березняки и осинки, точно обрызганные золотом и кровью. Воздух напоен тем особенным горьковатым ароматом, какой дает палый лист. Осенний крепкий холодок заставляет вздрагивать. Дышится легко, и вы переживаете то состояние приятного пьянения, которое производит дорогое старое вино. Самая усталость не гнетет, а только сулит крепкий сон, отличный аппетит и какую-то необъяснимую полноту существования. Раз вечером, когда мы возвращались с охоты, издали еще можно было разглядеть привалившийся к кордону транспорт. На полянке перед воротами стояли десятки распусков, нагруженных железом. Погода стояла хорошая, и завода управления воспользовался ею, чтобы отправить с Уралки осенний караван. В ворот нас встретил подручный Пимка, почесывающий затылок. — Ох, целое гнездо соловьев слетелось, — проговорил он. — Ночевать остались, галманы. — Ну и пусть ночуют, — покорно согласился Мезгирь, прибавляя шагу. — Надо овса отпустить, сено. — Пусть конь-то сперва выстоится. — Настасья уже топилась печь. Для соловьев надо было готовить ужин. В воротах мы встретили плечистого и загорелого соловья, известного под именем Волка. Он вышел из избы покурить на свежем воздухе коротенькую трубочку. Настасья не любила, когда соловьи курили табак в избе, и немилосердно их гнала на улицу даже в клящий мороз. — А, Мезгирь! — лениво протянул Волк, презрительно оглядывая тщедушную фигурку кордонщика. — Веселенько ты прыгаешь. Мезгирь только сморщился и ничего не ответил. Он вообще не выносил соловьев с их грубыми шуточками и нахальством. Всех соловьев набралось больше десяти, и ночлег был испорчен. Обыкновенно ночевать на кордоне составляло одно удовольствие. Настасья содержала избу необыкновенно чистой и постоянно выгонялась под Пимку куда-нибудь на сарай, так что даже Мезгирь заступался за своего подручного. — Только дух в избе портит! — объясняла Настасья с обычной своей суровостью. — Мучка спит же на дворе. Но и Пимка тоже. Неважное кушанье. — Будь лето, и я предпочел бы выспаться где-нибудь на сеновале. Но в сентябре на Урале ночи настолько холодные, что об этом нечего было и думать. А в избе сейчас набилось человек десять народа, и можно представить, какой стоял там воздух. Когда мы вошли в избу, на столе стоял ведерный самовар, а около него разместились вспотевшие красные ямщичьи физиономии. Народ был всерослый, могучий. — Эй ты, святая душа на костылях! — крикнул кто-то на Мезгиря. — Куда запропастился? Пора коням задавать овса! — А ты не ори! — ворчал Мезгирь. — Все будет. — Ах ты, Мезгирь! Настасья, и не нашла ж ты себе хуже в мужье. Разве это человек? Взять двумя пальцами раздавить, как клопа. — Только звание, что мужик. А какой в нем прок? Комар комаром. — Как же это ты, Настенька, эткая корпусная женщина, и вдруг за Мезгиря изгадала? Тебя по-настоящему какого мужа надо? Ратника одним словом. Тоже вашу сестру бабу вдугорять и пучить надо. А ты зашибешь сама своего Мезгиря. — Так уж враг попутал. Будто пожалела я его, а он меня и обманул. Ошибочка маленькая вышла. — Отшучивалась Настасья, привыкшая к подобным разговорам. Напившись чаю, я отправился на палате, где в повалку спало потомство Мезгиря. В него почти каждый год родился ребенок, но в живых оставалось всего человек пять. Старшему мальчику было уже лет восемь, остальные мелюзга. Дети ростом напоминали мать. Все были такие же крепыши, и Мезгирь пестовал их с трогательной нежностью. Вся эта белоголовая детвора теперь уже спала мертвым детским сном. Я долго лежал, прислушиваясь к галденью соловьев. В избе оставались всего трое, да и пришел еще с улицы волк, поместившийся на приступке у печки. Мезгирь сидел на лавке, скрестив по-детски свои голые ноги. Рядом с ним сидел Пимка и вышучивал Настасью вместе с другими. «Удивительное дело, братцы!» — говорил Пимка, ухмыляясь. «Как это только по осени первый транспорт прошел, так у нас новый ребенок. Точно вот ветром дунет. Эх, как Азия!» Ответом послужил громкий хохот соловьев. «Уж Пимка тоже и вырежет шутку. Как говоришь, пройдет транспорт, так и ребенок. Правильно!» — подтвердил Пимка, встряхивая своей беспутной головой. «Я так, ребята, считаю осенями, по первому транспорту». Мисс Гирь сидел на лавочке и как-то жалобно улыбался, склонив голову немного на бок. Настасья сердито ворочала какие-то горшки в печи. «Ай, Пимка! Ай, прокурат! И давно это я примечаю, братцы, что ребята у нас ростом-то в транспортных! Слышь, Настасья!» «Не вашего ума это дело?» «Тоже нашли над чем измываться, ахальники!» «Ты что это, прям Пимка зубы-то моешь?» «Я вот возьму ухват, да как примусь тебя обихаживать, только стружки полетят!» Огрызалась Настасья. Не выйдя из себя, Настасья, все обошлось бы обычными шуточками. Но она как-то сразу потеряла равновесие и ввязалась в разговор с настоящим бабьем азартом. Пимка тоже бы отстал, если бы бабья угроза не задела его мужицкой гордости. «Что, Пимка, испужался?» — поддразнивал волк, лениво сплевывая в сторону. «Небось, не первый уж ухват Настасья ломает об тебя. Ты его пса хорошенько, Настенька!» «Меня!» — пробовал отшутиться Пимка. «Но еще мои-то ухваты в лесу не выросли. Ты волчище не заедай!» «Слышит кошка, чье мяс съело!» Эта выходка окончательно взорвала всех, так что сидевшие за столом емщики покатились со смеху. Поощренный общим хохотом Пимка разошелся окончательно и прибавил. «Тот сижу я вот как-то под вечер, значит, летом, а ребятенки на дороге играют. Играли-играли, а потом присели в коновенку. Да как, поволчи, взывают!» Это был каламбур на прозвище Волк, и вся изба точно вздрогнула от общего хохота. Так что даже Волк смутился, не зная, что ответить ахальнику Пимке. Со двора пришли остальные емщики и тоже хохотали. Чтобы поддержать общее настроение, Волк подошел к Настасье и облапил ее. «Ну что, Настенька, греха таить, было дело!» Это уже окончательно взорвало Настасью. Но она по необъяснимой бабе и логике накинулась не на Пимку или Волка, а на своего безответного мужа. «Ты что молчишь-то, плесень, а?» Заголосила она неточным голосом. «Тут целая изба мужиков гадится над женщиной, а он хоть бы слово пикнул. Какой-то мне муж после этого. Другой бы мужик развидал свою бабу, а тебе и дуло все одно. Ох, согрешила я с тобой!» «Так ведь это все Пимка!» Попробовал оправдываться мизгирь, жалко моргая глазами. «Ты чего на меня-то лезешь?» «Плесень гнилая!» «Тоже и скажет, Пимка!» Пимке в глазах стыда-то и не бывало сроду. «А ты венчанный муж!» «Да другой мужик убил бы на месте, ка бы тронули бабу-то!» За этим коротеньким супружеским диалогом последовало уже совершенно неожиданное заключение. Настасия схватила ухват и бросилась с ним на несчастного мизгиря, который как-то по-детски закрыл голову руками и только старался, чтобы ухват попадал по спине. Все ямщики заливались хохотом, подливая масло в огонь. «Дуй его, Настенька! Катай! Да ты по морде его! В скулу! Еще разок!» Эти крики, ямщичий хохот и полное нежелание даже защищаться со стороны мужа привели Настасью в дикое бешенство, и, бросив ухват, она вцепилась в мужа как кошка. Мизгирь как-то жалко пискнул, как придавленный котенок, и покатился с лавки на пол. Тут уже вступился кто-то из ямщиков и оттащила полоумевшую бабу. «Настасья, брось, будет дурить!» Настасья посмотрела кругом остановившимися дикими глазами, хотела что-то сказать, но только махнула рукой и с причитаниями воем бросилась в угол. Мизгирь, сбитый, окровавленный, медленно поднялся с полу и медленно обвел глазами стоявших соловьев. Он, очевидно, отыскивал пимку, но тот во время свалки благоразумно успел выскочить во двор. «На-ка, испей водицы!» — предложил кто-то из ямщиков, мизгирю подавая ковш с водой. «Эткую бабу да убить мало! Тот стерва!» Недавнее желание травить несчастного мизгиря сменилось теперь общей жалостью, потому что разве можно так увечить законного мужа, да еще на людях? Одним словом, поднялся весь порядок законных мужских чувств и мужской гордости. Астасия это чувствовала и не вылезала из-за своего угла, продолжая горько рыдать. «Вот ты и рассуди бабу! Кругом виновата и сама же ревет, как корова!» — резонировал соловей, отпаивавший мизгиря водой. «Хороший бы муж, значит, который мужик вполне, да он бы на мелкие части ее разорвал! Да он бы ее изволочил всю, ногами бы истоптал, вышиб бы дурь из башки!» «Оставь!» — с какой-то большой кротостью остановил его мизгирь. Промежду мужем да женой один бог-судья. «В ногах бы она валялась у настоящего мужика!» «Так, как змея бы ползала, а не то, чтобы дурь свою показывать!» «Говорю, оставь!» — упрашивал мизгирь. «Эх ты горе, Лыковый! Говорить-то с тобой по-настоящему не стоит!» Мне не случалось обращать внимание на семейную жизнь мизгиря. А рассказанный выше случай открыл мне многое такое, о чем посторонний человек мог только догадываться. Это была мужицкая непара со всеми признаками внутреннего семейного разлада. Происходившая на моих глазах дикая сцена служила только выражением внутренней розни. Одним словом, мизгирь меня заинтересовал как муж-неудачник, каких мало, но здесь все происходило на подкладке мужицкой жизни. На кордоне меня задержал выпавший ночью снег. Случилось это совершенно неожиданно, погода стояла хорошая, хотя и с крепким осенним холодком. Небо было чистое, безоблачное, ветер дул не из гнилого угла, как мизгирь называл северо-восток, а с полудня. Одним словом, все приметы обещали хорошую погоду, но когда утром проснулись соловьи, все было покрыто снежной пеленой в четверть. Такой глубокий снег на Среднем Урале выпадает в первых числах сентября очень редко, и я видел его в первый раз. «От тебе, бабушка Юрия, в день!» — ворчал волк, надевая анучи. «На санях теперь в самую пору». Положение транспорта, застигнутого снегом на половине дороги, было критическое. Упавший на сухую землю снег навертывался на колеса, как войлок, но не сидеть же из-за него на кордоне. Соловьи перебрали весь лексикон своих крепких слов и тронулись в путь только часов в девять. Мизгирь проводил их, стоя за воротами. Он жалел несчастных лошадей, вытягивающих тяжелые вазы из последних сил. «Забьется богово скотинка!» — проговорил он вслух. Я предполагал вернуться домой, но уж очень хорошо теперь было в лесу, особенно в Чернолесье, где еще не спал осенний лист. Березы, рябины, черемухи и осины просто гнулись под тяжестью снежных хлопьев. Картина была единственная, особенно там, где с мертвой белизной снега контрастировала сохранившиеся листва. Осинки точно были обрызганы кровью, которая резала глаза на белом снежном фоне. Я смотрел и не мог достаточно налюбоваться. Так было все оригинально хорошо. «Премудрость божья!» — объяснил мезгирь, любовно оглядывая засыпанную снегом картину. «Урожаю ранний снег-то! В горах-то у нас, конечно, не займутся хлебом, а по крестьянам идет поверье. Крестьяне-то не чета нашим заводским, у них все по-божески. А что, пойдем сегодня на охоту?» Мезгирь точно смутился. Помявшись немного, он признался, что ему жаль молодых, которые еще в первый раз увидели снег. «Тварь! А тоже чувствует!» — объяснил он, увлекаясь темой. «Ножки-то на снегу зябнут, но они все по деревьям, как курицы. Чего ж тебе жаль? А как же? Смиренные они теперь, хош руками бери. К тому чувствую свою неустойку. Которая птица нынешнего лета, так ее уж сразу видно. Я молодых не буду стрелять. Старых петухов, пожалуй, можно, потому как хороший хозяин держит и дома петуха всего три года». На этом мы согласились. Мезгирь повел в лес, и мы скоро разыскали несколько выводков. Мучка, конечно, шла за нами, но не облаивала птицу, а только подавала убитую. Увлекшись охотой, мы незаметно ушли в верст за пять, так что вернулись домой только к вечеру. Настасья за день успела, видимо, отдуматься, и конфузливо повертывалась к мужу спиной. «Что? Стыдно, небось, рожа-то?» — корил Мезгирь. «Какую морду придумала? Да еще порылу норовит». «Мужики проклятущие меня подожгли». Сурово оправдывалась Настасья. «А ты молчишь, как пень березовый». «А того ты не подумала, кто я тебе?» «Известно кто, муж». «То-то вот и есть, закону не понимаешь. Ты думаешь, я б тебя не одолел, каб на то пошла? Думаешь, большая мудрость человека ухватом обхаживать?» «Твоих глаз не стыдно, так постыдилось бы чужих». Настасья терпеливо сносила эту добродушную воркотню, пока в избу не вошел Пимка. Картина сразу поменялась. «Да ты что пристал-то ко мне, смола?» Накинулась она на мужа. «Без тебя знаю, где моя неустойка. Ежели бы ты был настоящий мужик, как прочие люди. А то вся-то тебе красная цена, недоносок». Пимка не вступался в разговор. Но его присутствие, видимо, раздражало Настасью. Мизгирь тоже как-то весь съежился и сразу замолчал. В этой сцене было что-то недосказанное. По пути Настасья побила подвернувшуюся под руку девчонку, швырнула какой-то горшок и вообще обнаружила явные признаки сильного раздражения. Мизгирь забрался на печку и только вздыхал. Мужицкая обида тяжела и ложится на душу камнем. Не то что легкое господское горе, которое все наверху. Годами она вынашивается, годами накипает, пока не прорвет с каким-нибудь мужицким случаем. Большую частью из-за пустяков. Утром на другой день я отправился домой. Меня вез на охотничьих подшивнях Пимка, а мучка из вежливости провожала версты три. Хорошо было ехать по молодому лесу, не тронутому еще ни одним пятнышком. Лес стоял в снеговом покрове, какой-то очарованный, точно в каком-то сказочном царстве. Небо как-то сразу потеряло все краски, побелело по-зимнему, но яркий матовый свет заставлял жмуриться. Махноногая лошадка бежала без понукания, легко и свободно, точно и она радовалась легкому зимнему пути. Пимка правил довольно небрежно и все насвистывал. «Пимка, тебе несовестно?» — спросил я. «Это ты насчет третьего днишнего, барин?» — ответил он, поворачивая ко мне свое безбородое круглое лицо. «А я тут ни два, ни полтора. Грешат они промежду себя постоянно. Можно сказать, без утиху грешат. Известна дура эта Настасья, потому как видела, за кого замуж шла. Она не любит мужа. А кто его знает? Пойдем ест, а мисс Гирь молчит. Но она обыкновенно пуще злится. Кабы настоящий мужик был, так он бы ее по первому слову выворотил насквозь. «Зачем же ты бес подпускаешь?» «Да так, надоело мне на кордоне жить до смерти. Лес с кругом. Праздник придет, а ты не знаешь, куда деваться. А дуреешь от этой жизни. Ну, соловьи приедут, все же на людях как будто и веселей». Помолчав немного, Пимка опять повернулся ко мне и убежденно проговорил. «Все-таки она его любит, значит, Настасья-то. Как-то он по весне разнемокся, так она ревмя ревет, а выздоровел, опять грешит. А ты давно живешь на кордоне?» «Да уж лет с десять будет. Полюбила собак палку, так и я. Отбился от другой всякой работы, измотыжился. Вот погляжу еще с годок, да, в транспортный определюсь, барин. А что касаемо мисс Гиря, так ведь я не со зла шутку шучу иной раз. Конечно, кабы настоящий он мужик, так тоже не посмел бы я озорничать-то». Незадолго перед Рождеством ко мне завернул мисс Гирь. Он привез целый мешок с морожеными налимами, которых ловил в это время в своей речке Шипишной по каким-то ямам и омутам. Мисс Гирь вытряхивал мешок, и мерзлая рыба сыпалась, как раздернутая связка коренделей. Налимы редко замерзают клином, как другая рыба, а непременно и завьются в разные фигуры. Можно мерзлого налима разломить, как сухарь. Но если такую мерзлую рыбу оттаять постепенно, то она оживает, и недавние мерзлые крендели начинают ползать по полу. Как мне рассказывали, положенные в пирог, они выползали из теста в печи. Последнего я не видал, а как они оживали на полу, наблюдал много раз. Не знаю, сколько времени не может сохраняться эта живучесть, но во всяком случае она заслуживает внимания. — Ну, что новенького, мисс Гирь? — спрашивал я своего гостя. — Да все то же, что и раньше. Волки, но не одолевают. Мисс Гирь заметно похудел и выглядел еще меньше. Я предложил стаканчик водки, но он отказался. Не потребляю. Будет. И то грехов-то накопил достаточно. А здоровьем как? Ничего, слава богу. По весне меня прижало будто. Теперь ничего. Настасья наказала кланяться. Часто ссоритесь или нет? Бывает. Карахатерная она у меня, а так ничего. Проворная баба. Другой-то такой поискать. Помолчав немного, он проговорил с какой-то детской улыбкой. Недавно она у меня прощения просила, значит, Анастасия. Верно говорю? Опять, вероятно, полюбила тебя. Около этого. Только я ее-то, Настенькину драку, ни во что кладу. Себя она не помнит, когда в карахатер свой войдет. Конечно, об стену головой тоже не бьется. Все меня норовит благословить, чем попадя. Это есть. А только и другое надо рассудить, барин. Сегодня транспортный, завтра транспортный. Своим хозяйством другая-то баба едва управляется. Анастасия вон какую страсть воротит. Работа работая, а потом тут еще озорство, да высмехи. А бабье сердце тут и есть, вскипело и готово. Ежели бы нам так устроиться, чтоб не на людях. Другой совсем разговор. Конечно, привык я к лесу, обжился во как. А все-таки думаю бросить кордон. Ну, его совсем. Куда ж ты думаешь? А, в крестьяне уйду. В Орде, сказывают, земли много пустует. Ордой заводские называют и Башкирию, и казачьи земли Оренбургской губернии. Примечание автора. Вот и уйду в Орду. Хлеб буду сеять, хозяйство заведу, а по зимам в кузнице буду робить, потому как к этому делу я с измольства обвычен. Непременно уйду. Надоело. Вскоре после этого визитами с Гиря разнеслась весть о разыгравшейся на шипишинском кордоне драме. Дело случилось перед самым Рождеством, когда приходил последний перед праздником транспорт железа из Галчинского завода на пристань Уралку. Разыгрался буран, и транспорт заночевал в кордоне. Соловьи разместились ночевать в избе, и в числе других уже знакомый мне волк. Мизгирь с вечера еще обратил на себя внимание тем, что сам предложил лучшее место на лежанке у печки именно волку. Улеглись спать и заснули мертвым ямщичем сном, но в глухую ночь все повскакивали от нистого крик Анастасии. «Убил! Ой, батюшки, убил!» Голосила она в темноте благим матом. Когда зажгли огонь, представилась ужасная картина. На лежанке у печки лежал ямщик с отрубленной головой, а мизгирь спокойно сидел в уголке у двери и даже улыбался. Убитым оказался какой-то спиридонним тырь. У каждого соловья была своя кличка в артели. «Это я убил!» «Вяжите!» Спокойно заявил мизгирь. Его, конечно, сейчас же принялись вязать, и тут только выяснилась роковая ошибка. Мизгирь хотел убить волка, а по ошибке убил немтыря. Случилось это потому, что волк ночью выходил на двор посмотреть лошадей, а немтырь, спавший на полу, захотел пошутить и занял его теплое место у печки. Да, сейчас же и заснул мертвым сном. Вернувшись в избу, волк нашел свое место занятым и спокойно улегся спать на полу. Можно себе представить изумление мизгиря, когда к нему с веревкой в руках подошел тот самый волк, которого он считал убитым. Это была ужасная минута. Мизгирь бросился на волка, как кошка, и вцепился в него зубами, но тот одной рукой поднял его на воздух и связал, как бабы пеленают ребят. Только тут обессилевший мизгирь окончательно пришел в себя и заплакал. Всего удивительнее в этой драме было то, что убийцей явился мизгирь. Тот самый мизгирь, который не мог зарезать курицы и не выносил вида крови. Емщики так бы и проспали до утра, не услышав ничего, если бы не проснулась Настасья, разбуженная ударом топора. Мизгирь рубил предполагаемого волка со всего плеча и в темноте несколько раз промахнулся. Настасья в темноте не разглядела, кто и кого рубит. Дальше все пошло обычным путем. Пригнал урядник и произвел полицейское дознание. Потом явился следователь и произвел следствие. А затем мизгирь был предпровожден в тюрьму для предварительного заключения. Я постарался увидеть следователя и расспросить о подробностях дела. «Психопат какой-то», объяснил представитель Фемиды. «Хотел убить одного, убил другого. В моей практике это третий случай. Если что интересно в этом деле, так это его романтическая подкладка. Свидетельскими показаниями установлен факт, что единственный мотив — ревность. В моей практике таких случаев десятки, а в сущности самое глупое дело, и, собственно, следователю тут почти делать нечего. Все как на ладони, да и убийц дает чистосердечные показания». Как оказалось потом, следователь слишком уж положился на свою опытность. Дело оказалось совсем непростым. В Гальчинский завод через два месяца выезжала сессия Энцского окружного суда. Дел было достаточно, так что дело мисс Гиряда ждалось в своей очереди только через год. Я нарочно отправился в Гальчинский завод, чтобы поприсутствовать на разбирательстве. Помещение для суда было маленькое, публики много, так что и судьи, и присяжные обливались потом, а с одним присяжным сделалось дурно. Мисс Гиряда, скамье подсудимых, казался совсем мальчиком и меньше всего походил на убивца. Меня поразило лицо мисс Гиряя. Точно оно выцвело в тюрьме, такое бледное-бледное, совсем восковое. На нем застыла торжественная покорность своей судьбе, и не было даже тени неприятной арестантской рисовки. Он сидел целые часы совершенно неподвижно, стараясь не проронить ни одного слова. Мне казалось, что он все время молился. Самой интересной частью процесса, конечно, был допрос самого подсудимого и свидетелей. «Признаете ли вы себя виновным, Сидор Парфенов?» спрашивал стереотипной формулой председатель. «Мое дело», — глухо ответил мисс Гиряя, не шевельнувшись. «Враг попутал ваше высокоблагородие. Не думал, что Господь приведет на подсудимую скамью. Затем он также спокойно и с мельчайшими подробностями рассказал последовательный ход событий. Как женился, как поселился на кордоне, как жил согласно с женой, и как закралось в его душу первое подозрение. Мужицкая ревность накоплялась годами, но он старался не верить самому себе и сдерживался. Жена часто взъедалась на него, даже била и срамила при других, но все это было пустяками перед ревностью, охватившей его года два назад. Транспортные не шли с ума, тут еще Пимка подзуживал да поднимал насмех. «А я все сумлевался», рассказывал мисс Гирь со своим трогательным спокойствием. «Все сумлевался, пока не увидал своими глазами». Он тяжело замолчал, точно уперся в стену. «Что же, вы были свидетелем неверности вашей жены?» спросил председатель, помогая ему перейти из затруднения. Мисс Гирь не понял вопроса, а когда ему предложили его в другой форме, махнул рукой. «Зачем свидетелям?» «Не таковское дело, а тут совсем другое. Старшему мальчонке, значит, пиколке девятый годок пошел, но как-то гляжу я на него, меня точно кто ножом полыхнул. Вылитый волк!» Затрясло меня, в глазах все измешалось, смерть моя пришла. Гляжу на других ребят, и в них тоже вся волчья кровь, а моего ничего. Тут меня и угрызло. День и ночь одно думаю, сна лишился, еды не принимаю, все думаю. Известно, ребята на глазах вертятся, меня все это еще пуще разнимает, всю осень я как-то потерпел, а потом и порешил кончить волка. Раньше все обдумал, куда его положить, топор-припас, ну а тут уж моя неустойка вышла, что другой подвернулся в темноте. Обдуманное намерение было на лицо, и мисс Гирь сам надевал себе петлю на шею. Но он был рад поведать всем, что перестрадал и ничего не утаил. Свидетели набралось около десяти человек, все соловьи, а затем Настасия и подручный Пимка. Из соловьев заинтересовал публику только один волк, когда защитник мисс Гиря начал допрашивать его об отношениях к Настасии. Вы находились в близких отношениях с ней? Известно, в близких. На что ближе? Она нам стряпала, мы ели. Тоже намаешься дорогой-то, особливо зимой. Продрогнешь, а у Настасии все уж готово, только пар идет. А вы не знаете, почему Парфенов хотел именно в вас? От мисс Гирь-то? Известно, не от ума. Допрос Пимки тоже ничего не выяснил, потому что подручный нес невозможную околесную и даже уверял, что мисс Гирь раз застал Волка и Настасию вместе. Он перепутал данные показания на предварительном следствии и все старался оговорить Волка. Так от него и не добились правды, хотя Пимка должен был знать больше других. Последней свидетельницей являлась Настасия. Она едва держалась на ногах. Когда пристав указал ей на место, где стоять, Настасия перекрестилась и бухнулась ему в ноги. — Мое дело, ваше высокоблагородие, кругом виновата по своей женской части, потому как спуталась с подручным. Из-за него все дело и вышло. Заговорила она торопливо, с решительным видом. — Мой грех, а волк тут ни при чем. Это Пимка придумал, чтоб прикрыться волком, и травил моего мужа, и дети от Пимки. Ну ему ж то ж совестно, вот он и удумал на волка. Произошла самая раздирательная сцена, когда Настасия повинилась в своем бабьем грехе. Она так разревелась, что председатель велел ее вывести. После короткого совещания присяжные вынесли мисс Гирю обвинительный приговор. Он выслушал его спокойно и перекрестился. Суд приговорил его в каторжные работы. Последним словом этой мужицкой драмы было то, что Настасия изъявила непременнейшее желание следовать за мужем и через полгода ушла в Сибирь за арестантской партией. Я выражаю огромную благодарность за помощь в звучании женских голосов моей любимой супруги Майи. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, любимые подписчики, к сожалению, закончилась очередная прекрасная книга. Это не повод печалиться. Вместе мы сделаем еще не одну прекрасную аудиокнигу и оставим свой добрый след в истории, ведь я не устану повторять. Книги вечны. Сейчас перечислю все свои контакты, чтобы мы всегда оставались на связи и вы могли найти все мои аудиокниги в интернете. Я говорю «мы», потому что только мы вместе делаем так, чтобы новые аудиокниги появлялись на свет. Каждый ваш комментарий, я лично отвечаю на каждый, чтобы вы знали. Подписка на канал, лайки, конечно, особенно репосты. Это если вы нажимаете поделиться и делитесь аудиокнигами с близкими, друзьями. Это вклад в продвижение творчества. Конечно, понятно и вполне естественно, что любая аудиокнига выходит только благодаря материальной поддержке меценатов. Любого, кто жертвует хотя бы 10 рублей на новые книги, я считаю меценатом и сердечно благодарю. Эти деньги я расходую на оплату кредитов за оборудование, а оно сейчас хоть и куплено в долг, но является оборудованием очень хорошего уровня. Сравнимого с оборудованием, на котором работают лучшие федеральные радиостанции и телеканалы. Также деньги всегда нужны на оплату прав авторам, текстов, музыки, звуковых эффектов. Некоторая часть идет на поддержание жизнеспособности моей мамы лежачего инвалида и на собственное здоровье. Я лично даю слово, что ни копейки не идет на праздности развлечения. Ни копейки. Все в дело и на производство новинок. Отдельная благодарность меценатам, которые целиком оплачивают выход той или иной книги, а порой и серии книг. Пусть вас пока немного, но огромное спасибо, что вы есть. Поддержать финансовый выход аудиокниг можно очень просто. Буквально в течение минуты, сделав перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Юмани или Яндекс.Банк по номеру телефона плюс 7 901 715 2788 плюс 7 901 715 2788 или по номеру карты Сбербанк 2202 2061 93 35 59 92 92 Тинькофф 22 00 70 01 78 29 8104 Электронный кошелек Юмани 40 48 41 50 47 04 18 98 Яндекс.Карта Можно через Сбп выбрать Яндекс.Банк тогда без комиссии 22 04 3 101 03 89 29 91 Личная просьба Очень прошу не забывайте черкануть хотя бы пару слов к переводу Это тоже всегда очень приятно Если вы живете не в России то можно поддержать через Бусти Это очень просто работает из любой точки мира Перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в Бусти и поддержите там Кроме того там можно скачивать аудиокниги смотреть их в видео версии или слушать в аудиоверсии даже с выключенным экраном смартфона Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Актер Костя Суханов Именно там все выходит в первую очередь Рутуб Дзен Телеграм Вконтакте Одноклассники на портал клуба любителей аудиокниг сайт АКнига.org или сайт Книговухи Там бывают эксклюзивные материалы А в Телеграм есть даже беседка где мы мило болтаем со слушателями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю Все ссылки есть в описании Если вы хотите заказать озвучание аудиокниги незабываемое поздравление для близких рекламу да и вообще любую профессиональную озвучку тем самым также поддержав мое творчество вот номер телефона он же номер телеграмм он же номер ватсап он же привязан для переводов на банковскую карту плюс 7 901 715 2788 плюс 7 901 7 715 27 88 Я всегда отвечаю на сообщения и комментарии лично работаю каждую ночь скоро услышимся огромное спасибо вам успехов и настоящего счастья всем хорошим людям и вашим близким обнял с любовью и уважением к слушателю Костя Суханов субтитры субтитры